Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Смотритель Кладбища Ты помнишь какие у нас задачи остались, а? Вот я лично не помню, поэтому надо освежить память Так, поговорить с ослом, о его хозяине Это первое, что нам нужно сделать, так, установить колья вокруг лагеря Окей, это нам нужна с тобой репутация полная, да, чтобы у них была там веселуха И приносить кровь, все, получается только два задания осталось Скажи мне, на кой леший я сюда иду ночью, а? Ночью все равно осел не ходит, хотя уже утро, в принципе, на дворе У нас морковка-то там хоть есть? Морковь есть, поэтому осел должен прибыть Так, а я пока, наверное, пособираю просто ягоды Пока мы тут его ждем, нам все равно с тобой заняться нечем Давай вот здесь вот Тут и тут Можно, в принципе, уже делать брагу Ну и яблоки тогда соберем заодно С каждого дерева, получается, по 15 яблок мы с тобой получаем Окей Ну где там у нас этот ослик-то? Мы с тобой можем, в принципе, немножко медитацией заняться, да? Совсем чуть-чуть переждать время Как говорится, нужное нам И все Ну, давай Проснуться Я думаю, этого более чем достаточно Ну где же там осел-то, а? Че он не идет? Морковка ждет его? Надо запомнить, ребята, в какое время он приблизительно хотя бы появляется А смысл какой? Я опять потом забуду Запоминать Это надо записывать в какой-то тетрадочке, е-мое Слушай, ну уже день вовсю Солнце шпарит А осла нет Может, он в беду попал, а? Что это за уиска здесь? Ведьмин холм Так, подожди Уже вечереет, а осла все нету А его хозяине Может быть, мне надо было самому идти Туда А кто у него хозяин, действительно? Вот он, идиот, родной Идет Так, значит, получается, что осел к нам приходит ближе к вечерней, да? Зорьки Ладно Сейчас мы с тобой подождем Он придет А потом мы пойдем с тобой на долгую медитацию Чтобы дождаться полной, как говорится, идиллии в этом В лагере беженцев Ну а пока будем ждать с тобой Ослика Так, Геря ничего не скажет мне? Выйти Молчит, как партизан Увидимся, говорит, позже Увидимся, конечно, позже с тобой Стол воскрешения Так, стеллаж Патологоанатома Палета-хладильник Двойная палета А палета-хладильник Это, походу, вот это вот, да? Мне кажется, да Именно вот такая вот Палета-хладильник Так, ну что? Ослик там уже где-то рядом должен быть Ослик Да, он, друзья мои, приезжает вечером Надо будет как-то это запомнить На будущее Так, я буду его здесь ждать Поговорить с его хозяином Мне нравится, да? С фонариком такой Так, поговорить Нет морковок, нет тела В плане нет морковок, нет тела Вот у тебя морковки, ты чё? Эй, подожди, подожди Слушай, это очень важно Как зовут твоего хозяина? Имя ему Капиталистический ублюдок Нет, его настоящее имя Как его клиента называют Ты должен знать Дай вспомнить Мастер Карл Как-то так Ура Карл, какая удача Мне нужно с ним поговорить Срочно Вопрос жизни и смерти А ну, погоди-ка От всего этого подозрительно несёт Контрреволюционной деятельностью Да как ты можешь так думать? Я всего лишь приготовил для него лекцию Частная собственность Как худший из пороков Бесперспективно Он безнадёжен Но мне нравится ход твоих мыслей Доставлю его тебе В ближайшее время Так Доставит он мне его В плане В ближайшее время В виде трупака, что ли, ты мне его доставишь сюда? Так, активировать портал на Видименной горе Так, допустить вампира Карла Когда осёл его Привезёт Слушай, он, наверное, его привезёт Действительно тело, да? Я его оживлю И после этого нам надо будет с ним поболтать Ладно, это я прикалываюсь Давай посмотрим, сколько у нас репутации с тобой В этом В лагере беженцев Нам нужно 11 Оооо Нам нужно 11 А для чего? Чтобы поставить Колье Чтобы поставить колье, да? И нам нужно будет с тобой ещё досочек Приобрести Ладно С досками, в принципе, никаких проблем не должно быть Нам придётся с тобой заняться медитацией Может быть, где-то С дня 4 Для чего, ребята? Чтобы у них накопилось Так, тихо, тихо, тихо Чтобы у них накопилось Вот это вот счастье Пойдём А, подожди, это не то Давай, лети сюда Ну Чё ты на попятны-то идёшь? Тут и оно На На тебе Выкусили Будете знать, как тут летать Решили меня тоже напугать Так, короче Давай-ка мы Раз, два, три, четыре Четыре дня отдохнём Вот здесь вот Так, погоди Я возьму заодно досок сразу же Потому что я могу забыть Так, доски, доски, доски Где же досочки? Они должны быть у нас Должны быть Но это не означает Что они у меня есть Так, пчёлку Наверное, с тобой выложим Семена моркови Это всё понятно Тут не то А здесь Мозги Всё это понятно Всё не то, ребят Так, крылья Давай выложим Летучие эти Да, по-моему, нету Да, я так понимаю Ребят, нету здесь Наверное, у нас с тобой Хотя есть Ящик Но не этот Не этот ящик у нас Что, получается Вот этот Нижний, что ли Честно говоря По-моему Не может такого быть Чтобы здесь, да? Это совсем Из другой эпопеи уже Вот в этих ящиках Где-то Я просто, ребята Невнимательно смотрю И могу Просмотреть Просто просмотреть Короче Создам я этих досок Целую кучу Да и всё Там, к тому же По-моему, нужно было Где-то около Восемнадцати досок Нам, да? Всё, двадцать семь И пошли медитировать Ну, как минимум Наверное, вот До лунного Дня Месяца Я не знаю Как там Так Медитация Поехали Так Там осёл, по-моему, да? Пришёл Давай посмотрим Может быть Он нам Вампира Притащил Хотя Я в этом сомневаюсь Хм Значит Он Труп Сбросил Наконец-то Вампир Карл Тот, кто Расскажет мне Всю правду Я был абсолютно уверен Что в один прекрасный день Ты начнёшь Резать Живых людей Надеюсь Ты догадался Устрани свидетелей Похищения Он вампир Я собираюсь его допросить Ты против? Да нет Развлекайся Где я? Ты кто вообще? Я всё подпишу Признаюсь Во всём Только не бейте Это будет даже легче Чем я думал Рад слышать А теперь Расскажи мне всё Что знаешь о женщине В чёрно-золотом плаще Что? Я ничего не скажу Чего? Можешь мучить меня Можешь даже убить Ну это моё последнее слово Ну ты ведь Только что сказал Хранитель Ты конечно извини Но это просто невыносимо Ты называешь это Недоразумение Недоразумение Допросом? Прекрати себя позорить И найди профессионала Хм Ты прав Уверен Пастух С радостью мне поможет Ага Попросить Помощи у пастуха Да Пастух-то Если честно Я даже Я даже боюсь представить Что он может сделать С этим хозяином Из чего мы взяли Что он вампир Объясни-ка мне Намелось Слушай У нас утро В принципе Уже пастух Должен быть На месте По идее Да Он умеет Допрашивать Мы тогда его взяли С собой На вампиров Что он там устроил Так Смотри Какие-то следы Куда-то идут вниз Кто-то интересно Здесь так шоркался Так Пастух у нас рядом С коровником Да Я бы даже сказал Сзади коровника стоит Так Вот у нас Коровница Пастух Вот он Попросить Помочь С Карлом Если ты не слишком занят Не мог бы ты Помочь мне Допросить Одного вампира Почему бы и нет Нет ничего Предуседительного В том чтобы помочь Начинающему охотнику На нежить На первых шагах Его карьеры Начинающему охотнику На нежить Эээ Тут опять Какое-то недопонимание А не смущайся Я прекрасно вижу Как ты Об этом мечтаешь Совсем Как я В юности Эээ Я знаю О чем ты Хочешь попросить Да Я согласен Быть твоим Наставником Но И твоим Первым уроком Станет допрос Вампира Слушай Секретную тактику Нашего ордена Ты будешь Плохим парнем А я Знаю эту тактику А ты будешь Хорошим парнем Ты идиот Мой ученик И я буду Очень плохим Парнем Так Ну неплохо Это место напоминает Комнату отдыха Нашего ордена А этот череп Твой боевой трофей Череп А нет Это просто безделушка Безделушка Которую я Прошу Перестать Подмигивать Попробуем Для начала Что нибудь Примитивное Кажется Где-то Тут У меня был чеснок А вот он Смотри Учись Мой ученик Это твой Последний шанс В вампирской труде А будешь Говорить Никогда Отлично Начнем Ученик Бери одну Головку чеснока И ешь Да какого Черта Опять Ты шутишь Ешь Сейчас же Это приказ Вот тогда Накормил нас Чесноком Молодец Теперь наклонись Над вампиром И выдыхай Хорошо А теперь будешь Говорить Нет Прекрасно Повысим Концентрацию Ученик И ешь Еще две головки Слушай Ради всего святого Я больше не могу Давай попробуем Что-нибудь другое Ну ладно Есть у меня В запасе Эффективный Приемчик Итак Ми бемоль Любовь моя Глаза твои горят Как две свеклы Это невыносимо Прекрати Прекрати петь Я согласен Согласен Говорить Уже? Ну что за слабаки Фу Так Неумелый Допрос Та женщина В черно-золотом Плаще Она действительно Королева Вампиров Конечно А я Султан Гули И парень Все вампиры Анархисты Хм Кто был Эта женщина Да кто его знает Она Себе ничего Не рассказывала Хотя сразу Было понятно Что она Могущественная Колдунья Она была Не из города А Говорила так Как будто Привыкла Повелевать И использовала Старомодные слова Кроме того Готов спорить У нее были Серьезные проблемы С головой Почему вы На нее работали У нас был договор Мы делаем Все О чем она Нас просит А за это Она Излечит нас От жажды Крови Но вместо этого Она погубила Весь наш клан Всех моих Братьев Четверо Из нас Превратились В челюсти Во время Первой попытки Убить Четвертого Хранителя Я говорил Братьям Что это Дурной Знак Мы должны Прекратить Работать На нее Но они Меня не Послушали Расскажи Мне О ритуале В туманной Топе Это была Очень могущественная Черная Магия А целью Ритуала Было Убить Наконец Четвертого Хранителя И ритуал Сработал Насколько Я знаю Произошел Большой Взрыв И Хранитель Погиб Потрясающе Вот и Ответ Она Убила Хранителя И тем Самым Вызвала Древние Проклятия Так Случилось Что На сам Ритуал Я опоздал Но Это И Сохранило Мне Жизнь О чем Ты Прячась В кустах Я Все Видел Там Была Шпионка Женщина С красными Волосами Наша Госпожа Отправила Братьев Убить Ее И Они Это Сделали Но Когда Она Увидела Мертвую Шпионку Произошло Что-то Невообразимое Она Закричала И Как Какой же Это Был Безумный Крик И Тогда Она Сожгла Их Она Разом Сожгла Всех Моих Братьев Которые Всего Лишь Выполнили Ее Приказ Я Никак Не Мог Помочь Им Я Был Так Напуган Помню Лишь Как Бежал Бежал И Мож Мож Идти Серьезно Могу Идти Уверен Иди Уже Я Правильно Ли Я Расслышал Ты Назвал Меня Безделушкой Герри Слушай Я Извиняюсь Правда Но Позже Я Очень Спешу Извинишься Друг Да Как Ты Не Видишь Это Же Крутая Бизнес Идея Ты Покрасишь Меня Золотой Краской И Продаш На Городском Рынке А Я Потом К тебе Вернусь Снова И Снова Мы Же Заработаем Уйму Денег Ох Генри Так Друзья Мои Госпожа Чейн Нам Нужна А Че Это У нас С тобой Здоровье Уменьшается Слушай Госпожа Чейн У нас Выступает По-моему Сейчас Подождите Если Не Не Ошибается Она В определенные Дни Хотя Нам Не Нужно Ее Уступление Вот Она Да Выясните Связана Ли Госпожа Чейн С ритуалом В Туманной Топе Да Скорее Всего Связана Скорее Всего Да Но Не Может Она Быть Главной Хотя Фиг Его Знает Я Уже Честно Говоря Ничему Не Удюблюсь Пойдем Главное Этого Чеснок Не Взял А Пене А Пене Его Взяла Пробила Так Сказать Это Все Таскает Ко Мне Так Чейн У нас Где С тобой Может Быть В Баре Так Подожди Которгаш Пока У нас С тобой Такой День Хороший Можно Поторговать С ним Так Семена Винограда Забираем Все То же Самое И Серебряные Блин У меня Место То хоть Есть Так Я не могу Понять Я Покупаю Или Нет Все Скупил Будем Надеяться Чейн Здесь Вон Она Тем Лучше Поговорить С моим Мужем Он Он Тут Всем Заведует Так О ритуале В туманной Топе Чейн Тебе Когда Ни Приходилось Бывать В туманной Топе Скажем 30 лет Назад Что Какой Странный Вопрос Хранитель Чего Что Что Чейн Чейн Что-то знает Попробовать Ну-ка, поговорить С этим, может быть Нифига Что-то сегодня не везет Так, еще разок Попробуем Так, извиниться Чейн, прости, что я был груб с тобой Но эта тайна должна быть раскрыта Я вижу, что это мучает тебя Но прошу, доверься мне Обещаю, я не сделаю тебе ничего плохого Чейн, пожалуйста Я пытаюсь остановить древнее проклятие Чейн, это очень важно Женщина в черно-золотом плаще убила четвертого хранителя И из-за этого проклятие вернулось И она единственная, кто может его остановить Я ничего не знаю Это неправда Я не могу помочь Но почему? Потому что, потому что я не хочу Чтобы мою сестру убили Клотта? Но кто может захотеть ее убить? Все они, горожане, деревенские Даже Харадрик Если они узнают, что она сделала Она сделала что? Чейн, чейн? Она ведь начала говорить Нужно заставить ее продолжать Может, Харадрик знает, куда она могла пойти? Харадрик А госпожа Чейн Харадрик Куда обычно ходит твоя жена Когда у нее стресс? Ну, она не ходит Она швыряет в меня тяжелые предметы Ну, можешь поискать ее Где-нибудь на побережье Так На побережье Найти Чейн Блин, ну ведь не ночь уже Хотя, кто его знает На побережье На каком, блин? На этом? Или где у нас этот? Рыбак Звездочет На каком именно побережье? Ладно, сейчас пройдемся с тобой здесь Для начала Посмотрим Так, ну Тут явно, да, ее Наверное, не будет На побережье, блин Может, она к барону пошла? Вот она Чейн Что сделала Клота? То, о чем ты сказал Она убила четвертого хранителя И вернула древние проклятия Что? Ты имеешь в виду, что женщина В черно-золотом плаще Клота? Ну, это невозможно Клота просто старая безвредная ведьма И она же не могла Приказать убить тебя Это моя вина, хранитель Все, что произошло, моя вина Я бросила свою сестру, когда она больше всего нуждалась в моей помощи Предала ее Как и все остальные Я наслаждалась нашим счастьем с Харадриком Пока Клота сходила с ума от одиночества и отчаяния среди болот И когда мы встретились снова после многих лет Я обнаружила, что Моя сестра стала чудовищем Продолжай Тьма поработила ее Она была одержима идеей кровавой мести Идеей разрушения всего мира Она прогнала меня Но я не ушла Я просто не могла в это поверить И когда она отправилась в топ И я пошла вслед за ней Да, она велела своим вампирам убить меня Но это лишь потому, что она меня не узнала Я знаю, часть ее все еще меня любит Это кое-что объясняет Когда она выяснила, что вампиры убили ее сестру Она в ярости их испепелила Но как ты выжила? Моя магия Топ усиливает магию Именно поэтому Клота выбрала это место для своих ритуалов И я пошла к Клоте домой и... И... Я увидела ее полумертвую, безумную Ползающую среди пустых бутылок из-под зелий Она пыталась убить себя У нее не вышло Но это повредило ее рассудок и память Окончательно и необратимо Что ты сделала потом? Я не могла снова бросить ее Поэтому я решила заботиться о ней И хранить ее секрет Кто знает обо всем этом, кроме меня и тебя? Никто Они убьют ее Если узнают, что это она вернула древние проклятия Мне надо поговорить с Клота Только во имя древнего бога, хранитель Никому ничего не говори Все, что случилось, моя вина Не ее Так, ну что, друзья мои Надо сказать, что вы нашли убийцу четвертого хранителя Так, полетели Полетели с тобой Как можно быстрее Так, на духовной кляче Карьер Лагерь беженцев Так, счастья еще не хватает, да? Давай-ка поговорим С вампиром Не жди от них благодарностей Довольные того, что они не швыряют в тебя камни Сообщить, что вы нашли убийцу четвертого хранителя Я нашел ту женщину Мастер Аларих Женщину, ответственную за возвращение древнего проклятия Отличные новости Нужно действовать немедленно Ситуация в городе ухудшается с каждым днем Итак, кто она? Где она? Она очень близко Это Клотта, старая ведьма с болот Я слышал о ней А ты уверен? Зачем ей это? Как мне рассказала ее сестра Клотта сошла с ума от одиночества И решила уничтожить весь мир Звучит довольно нелепо Это не может быть всей правдой Идем узнаем все от нее самой Боюсь, это будет не так просто Ее память необратимо повреждена Не уверен, что она вспомнит события Тридцатилетней давности Я хочу сам все видеть и услышать Клотта! Клотта! Ох, хранитель, ты и так меня напугал? Думала, это гули воют Думала, это гули воют Гули не существует Клотта, позволь представить тебе мастера Алариха Мадам Клотта, извините За такой поздний час, но у нас к вам очень важный и личный вопрос Важный и личный? Ох, мастер Аларих Все это так неожиданно И как приличная женщина, я должна бы ответить отказом, но... Боюсь, мадам Клотта, вы... Эх, ну к чему эти церемонии Можно просто Клотте, мой милый Я должен был это предвидеть Клотта Всегда есть чем удивить Эээ, Клотта, на самом деле, мы хотели спросить тебя Нет, это я должна спросить Сыграть ли у меня короткую овечку Круткую овечку Мой бесценный Аларих Или ты уже не в силах удерживать... Или ты уже не в силах удержаться Готов схватить меня и унести в свое локово Мой темпераментный тигр Ладно, всего один вопрос Вы помните что-нибудь о древнем проклятии Или четвертом хранителе кладбища? Нет, не помню Но обещаю, что эти странные мгновения нашей первой встречи Я запомню на всю жизнь Ночное похищение Какой романтичный и чувственный поступок Мое сердце твое навсегда Ты? Позвольте, мы отойдем ненадолго Мадам Клотта, извините Эй, что вы сделали? Вы лишили ее голоса? Нет, я лишил тебя и себя возможности слышать женские голоса Ненадолго Хм, чрезмерные увлечения к противоположному полу Это основной симптом обширной потери памяти Похоже, ты был прав И если она забыла, как вызвала проклятие Она точно не вспомнит, как остановить его Но вы абсолютно уверены, что виновник проклятия Это единственная возможность его остановить? Абсолютно Древний бог сказал мне об этом и братьям Вынужден признать, что мы потерпели неудачу, хранитель Но погодите, может мы ошибаемся? Может на самом деле не Клотта вернула проклятие? Хм, отвлекли-ка ее на пару минут Этого дня я ждала всю свою жизнь Мужчины мечты Я даже платье приготовила для такого случая О, ну ничего себе И где же оно? Оно на мне Или по-твоему я голая? А Ларих там что-то чудит Клотта, этот черно-золотой плащ у меня в руках Он твой? Да, мой Он мне не нравится И я никогда его не носила Но если ты настаиваешь, чтобы я Была на нем на нашей свадьбе Мастер Ларих Давайте еще раз поболтаем Это ее плащ Какие еще доказательства тебе нужны? Рано сдаваться У меня есть идея У нее ведь не абсолютная амнезия, верно? Может мы сможем вернуть Клотта память? У меня есть рецепт настойки памяти И если мы попросим Клотта применить настойку к плащу, то Никакие настойки тут не сработает У плаща очень сильная магия Я вижу ее ауру Она чрезвычайно яркая Такие артефакты были созданы древним богом Заклинания, зелья, ритуалы Ну должно же быть хоть что-то Да, что-то есть Черная магия, но готов ли ты ее использовать? Этот случай особенный Да, готов Что вы предлагаете? Незаконное и опасное заклинание Которое инквизиция применяет К особенно непослушным еретикам Мы проникнем в недра ее разума И попытаемся восстановить ее память изнутри Но зная, что для нее это будет ужаснейшая пытка И если мы задержимся там Она потеряет последние остатки личностей Или даже умрет Мне это все не нравится Но есть ли у нас иные варианты? Звучит как согласие Прости нас, Клота Нам придется это сделать О чем ты, дорогой мой? Я вовсе не против выйти замуж за этого неотразимого Спи, Клота Спи Это ее вытесненная память Приступай Нам нужно соединить ее воспоминания С ответствующими сущностями Звучит сложновато Чем больше связей ты восстановишь Те выше шанс, что к Клоте вернется память Эээээ... И... Как? Ну давай поговорим Эээ, Клота, скажи что-нибудь Воспоминания блуждают в тумане Укажи им путь домой Она была верховной жрицей Древнего Волга Мои губы запечатаны Мои губы запечатаны Так, тихо Тогда вот это получается Хм Она была верховной жрицей Древнего Волга Все принадлежало ей Ее сила была безграничной Словно ее Было законом Ее предали, ее мир разрушили Люди отвернулись от нее Они ненавидят ее Они разрушают все, что ей дорого Ее бог, последователи, друзья Сестры покинули ее Ей ничего не оставили Кроме боли и жажды мести Так, Клота Верно Это воспоминание возвращается домой Дни и ночи Клота наполняет Это черной магией Без отдыха и сна 170 лет подряд Так, и что? Заклятие за заклятием Ритуал за ритуалом Чем дальше, тем страшнее Смерти недостаточно Враги Клота должны страдать Тысячь жертв Недостаточно Человечество должно вымереть полностью Но чтобы Клота не придумала Все выглядит недостаточно эффективным И Клота продолжает наполнять это Наполнять это Не корономикон, скорее всего, да? Верно Это воспоминание возвращается домой Неконтролируемый Неконтролируемый Необратный Неостановимый Хаос Именно то Чего желает Клота Так Бесчисленные орды Ходячих мерзецов Убивающих мужчин И женщин И детей Именно то В чем Клота так нуждается Единственное Что сдерживает Этот древний Контракт Клота должна найти способ Прекратить Его действия Тогда это вернется Так Подожди Древнее проклятие, по-моему Да, это у нас идет? Да Верно Это воспоминание Возвращается домой Презираемые изгои Готовы на все Лишь бы избавиться От своего рока Ими так легко Манипулировать Достаточно Дать им надежду Они собирают информацию Для Клота Они похищают И пытают Для Клота Они убивают Для Клота Все из-за крошечного Обещания Которые Клота дала им И не собирается Выполнять Так, подожди Подожди Это вампиры, по-моему Да? Вампиры Верно Это воспоминание Возвращается домой Он подписал Контракт Он следит За ее исполнением Он крайне опасен Так Это договор По-моему Он подписал Контракт Он следит Так, понятно? И он может быть Крайне полезным Он все знает Вампиры Заразили его И пытают Кровью Неправильной Группы Он сломлен Рассказывает Все, что знает Хранитель кладбища Гарант Контракта Клота Нужно убить Хранителя И древнее проклятие Вернется Он более не нужен Ох Кто? Но не Харадрих же, да? Мастер Аларих Верно Это воспоминание Возвращается домой Он ключ К прекращению Контракта Он должен Умереть Кто опять-то? Черная магия Не действует На него Он защищен Силой Древнего Бога Засада вампиров Тоже не срабатывает Вампиры Привощены В челюсти Клота Знает Что он собирается Использовать Древний портал Клота Придумывает Могущественный Ритуал Зачарованным Этим ритуалом Портал Не исполняет Его желания Портал Убивает его Трындец Маркист Теодор Старший Точно Ух Неверный ответ Это воспоминание Все еще Блуждает В тумане Так Можно Переиграть Да? Это хорошо Это четвертый Хранитель Кладбищи Верно Воспоминание Возвращается Домой Это усиливает Магию Прекрасное место Для проведения Ритуалов Ну это понятно Это топ Вампирам Приказано Помочь Вампиры Остаются Здесь Навсегда Ничто Не прерывает Ритуал Большой Взрыв Неизбежен Четвертый Хранитель Обречен В конце Ритуала Клотта Замечает Шпиона Она Отправляет Вампиров Убить Свидетеля Это Становится Могилой Возможно Так 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 Вот Верно Несмотря На боль Что она Причинила Клотта Клотта Все еще Ее любит В жизни Клотта Не осталось Ничего теплого И доброго Лишь она И Клотта Понимает Что убила Ее Это Чейн Крик Огонь Отчаяни Желание Умереть Нет воспоминаний Она же Выживает Так Это Чейн У нас Клотта Пьет Сильно Действующее Зелье Надеясь Убить Себя Разум Клотта Не выдерживает Боли И распадается На части Клотта Погружается В забытие Когда Клотта Приходит В себя Лишь малая Часть Ее сознания Пробуждается Вместе С ней Истинная Личность Клотта Безвозвратно Разрушена И нету Пути Восстановить Ее С той поры Клотта Живет С этим Эм Амнезия Амнезия Так Верный ответ Мы возвращаемся Слышишь? Мастер Ларих Мне это не нравится Она Она же не дышит Господи Что? Это невозможно Мы вернулись Вовремя Что-то пошло Не так Клотта 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 Где я? Слава богу Клотта Ты меня слышишь? Это я Хранитель кладбища Твой друг Я? Хранитель? Я тебя помню Клотта Пожалуйста Попытайся вспомнить Некрономикон Древние проклятия Вампиры Твоя сестра Чейн Ты Помнишь Все это? Помнишь? Я помню Теплый ветер Капли дождя Аромат жасмина Это все О нет Я помню Кое-что Ты обещал На мне жениться Провал Снова провал Братья были правы Я беспомощный Неудачник Как вы думаете Почему не сработало? Да не знаю я Проклятие Как же я устал От всех этих загадок Которых решаю Всю свою жизнь Мы можем попытаться Снова? Попытаться что? Ее разум не выдержит И это будет бесполезно Все бесполезно Мы проиграли Хранитель Найди в себе смелость Это признать Ничто не остановит Древние проклятия Все что мы можем Это сделать выводы Глупо и бессмысленно Жертвовать собой ради других Нужно пытаться Выжить самим Что бы не было Так что Не повторяй моих ошибок И живи Своей собственной жизнью Пока еще можешь Ожившие мертвецы Уже близко Мастер Ларих Я Что? Хочешь награду? Ну разумеется Для тебя же Это все просто работа Ладно Бери Вот яблоко Оно золотое Доволен? Да Спасибо Но Не благодари Я украл его из дома Клота Вместе с плащем Что ж Вернуться домой И хорошенько выспаться Самое лучшее Что мне приходит на ум Надеюсь Возле дома Меня не ждут Никакие чудовища Хм А это странно Если королева вампиров Это старая Клота То кто тогда Поцелал тех тварей Меня убить? Он превратился В летучую мышь Он Да Он вампир Монстр Вы не станете Счастливой парой Поверь мне Фу Так А насчет Хранителя мы спрашивали Да ее Да Какой-то ребята Облом прям получился У нас Действительно Все это было Напрасно Выходит Так Ну что Пойдем Наверное Кимарнем С тобой До утречка Я думаю Там уже будет Радость и полные штаны И мы сможем С тобой поставить Холия Вокруг Лагеря беженцев Кстати Нам нужно Трупики Которые у нас Наверное Уже сгнили Елки-палки Сейчас гляну 42% 62% Ой Мало Да Да Их пора Ребят В холодильник Потом Если что Сожгем Давай Бери Так Я не помню Ты что Все Так Ну что Остается Пойти Кимарнуть Я надеюсь Здесь Тут никаких Не будет Монстров Возле моего Дома А уж Тем более Когда я Буду Спать Ну-ка Кимарнем Заодно Сохранимся Угу Сохранение И отлично Выспался Так Я думаю Наверное Ребята Еще Немножечко Помедитировать Уже Как говорится Для 100% Гарантии Того Что Там Уже Будет Полностью Счастье Ну что Друзья мои Пора Просыпаться И Телепортироваться Так У меня доски Есть Все это Есть Лагерь Беженцев Да 12 из 12 Ну что Давай Построим Колья Окей Так Это мы С тобой Сделали Где у нас Маркиз Мне Мне надо С ним Поговорить Вот Он Колья Выглядят Угрожающе Это Хорошо Но Рагей Дважды Подумает Прежде Чем Лезть На Нас Я Поговорил С Людьми Большинство Готово Взяться За оружие Чтобы Защитить Друг Друга Кто То Отказался А Ларих Пытался Убедить Их Что Мой план Глуп И Опасен Как Он Считает Мы Либо Бежим Либо Гибнем Чертов Трус Мне Давно Надо Было Выгнать Его Он Лишь Портит Нам Боевой Дух Да Еще И Подрывает Мой Авторитет Ну Довольно О нем Теперь Нам Нужна Стойка С Мечами Будет Будет Только Вот Мастер Аларих Тогда Я На Вас Надеюсь А сейчас Мне Пора Вернуться К Моим Исследованием Как Же Не Охота Мне Возиться С Этими Мечами Может Просто Купить Их У Кукола Так Что Там Надо Было Блин Что Опять Мне Нужно Приготовить Давай Посмотрим Стойка С Мечами Ё Моё Опять Счастье Поселенцев Двенадцать Стальной Меч Пять Штук Так Пять Штук Стальной Меч Давай Глянем Блин Мой Дом Что Нам Нужно Для Того Чтобы Сделать Пять Стальных Мечей Там По Много Ресурсов Надо Создать Так А у Меня Тут Стальной Меч С Самоцветом Не Кисло Так Подожди А Просто Стальной Меч Мы Где С тобой Можем Сделать Да Блин Тут Только Броня Может Быть Здесь Навряд Ли Кукол Ищи Теперь Этого Кукола Там Блин Я уже Забыл Где он Там Появляется По-моему Если не Не ошибаюсь Он Только Ночью Друзья Мои Выходит Да Он Скорее всего Будет Ночью И поэтому Надо Его Искать Там Блин Ладно Наверное Мы с тобой Полетим Ближе к дому И будем Наверное Заканчивать С тобой На этом Серию А уже На следующей Пойдем Найдем Кукла Купим Пять Мечей Да и все равно Нам нужно будет С тобой Подождать Пока У них Будет Двенадцать Счастья Так что Всем пока Всем удачи И до новых Скорых Видосиков